Ехали с Радашиц. Здесь под Радашицем есть еврейское кладбище, но только тут все закрыто. Вон видите, где все на еврите написано. Там вывеска, такой вот забор каменный, представляете? И вот там на территории такое какое-то молильное помещение, наверное, или что это такое. Не знаю, видно, вот вам нет. В лесу прям. Здесь неровное место, а такое, знаете, холмистое. Не видно. Вот закрыто, видите? Облом, хотели попасть. Территория большая и вокруг везде вот такой вот забор каменный. Вот, видите? Сейчас мне это перестует. Написано, что все под наблюдением. Вот, видите, на еврите написано. Интересно хотела бы мне посмотреть. Вот такое место лесное. Вот мы мимо ехали, увидели вывеску, хотели посмотреть, подъехали и никак. Свернули. И вот ходим, разглядываем. Вы посмотрите, какой кирпич. Нет, это не кирпич, это камень. Смотрите, какой камень старинный. Какие сооружения раньше были. Написано, осторожно, спад камней. Но мы туда во внутрь не полезем. Ой, как здорово. Это руины закладу Вилка Пецового. Угу. Пе-це-во-го. Вот. Я так понимаю, что здесь, наверное, плавили руду. Наверное. А это самый большой, такая самая большая печь. Да? Ну, наверное. Может быть. Мы вот никакой информации даже в интернете не посмотрели. и просто так случайно сюда заехали. Ой, на здорово. Я люблю такие моменты. Сейчас приеду домой и посмотрю про эти руины всю информацию. И все это находится в лесу. Вот смотрите. Вот очень красиво. Так, можно спуститься туда вниз. Здесь огорожено все, потому что опасно близко подходить. Но я уже близко подходил. Мне, наверное, не очень опасно. Так, спуск такой тоже небезопасный. И там еще стена. Сейчас спущусь. Вот мы спустились с этой стороны. Это все на возвышенности, на такой, как на пригороде. На таком. Там вот еще стена очень широкая. Вон турист ходит. На велике приехал. Вот такой, смотрите. Красивый. Так, спуститься надо немножко. Вот, смотрите, обошлись с этой стороны. И вот вывеска. Венгельня. Венгельня. Так. Вот можете остановить и посмотреть тут всю информацию. Выглядело это вот так. Так. По состоянию, средний размер печи, как топливо, из оставших ТКВ, вечные домны. Поэтому большие печи начала 19 века требовали применения углей, в Беллоплавке. Чаще всего из мягкого сонового дерева, рубленного на бревна, показанного крупным планом, сжигаемого в моих полостях, засыпанных дренажем, самое древнее. Вот он издалека, мы спустились чуть ниже. И вот это начинается стена. Вот такая, представляете, широкая стена, наверное, там метра два с половиной. Вот она там с той стороны такая длинная. Мы находимся как бы на такой возвышенности. И вон там пруд. Вот тут перила, там дорожка можно пройти. Спустились чуть-чуть вниз. Смотрите, тут такой зеленый коридор с прудом, с водой. Вот такой, представляете. Как здорово тут. Не жарко. И полностью как в туннеле находишься в таком зеленом. Красота. Тут лес. Это высоко-высоко. Там еще подъем. Вот смотрите. Ежик нашел землянику. Вот у нас стена, продолжение стены. А здесь еще с этой стороны вот такой пруд с кувшинками. Смотрите, такой большой-большой. Тоже пруд с кувшинками. Красота. Прямо райское место. Прямо мне нравится. Вот смотрите, как здорово. Идем дальше по тропинке. Вот увидели, тут смотрите, тарзанка. Кто-то прыгал, наверное, сюда в пруд. Вот там под мостом продолжение еще. А вот эта вот деревянная конструкция, наверное, Тоги для прыжков. Наверное, да, да, да. Но она старая уже. То есть это все было давным-давно. Интересно. Так, пойдем. Еще здесь пройдемся. Вот тут везде-везде вода, везде пруды. Идеальное место для отдыха такое. Вот смотрите, везде кувшинки. А там вот этот замок, эта стена большая. Красота. Здесь в будничное время, значит, идет стройка, потому что все материалы лежат, никто их никуда не убирает. Вот. Там лестница на второй этаж. Поднимаешься, нужно подняться. Вот. Просто мы в воскресенье пришли, поэтому застали это все. Строительство. А так, здесь идет, значит, стройка в будничные дни. Потому что поляки в воскресенье никогда не работают. Не только на обычной своей дежурной работе, да. Но и дома. А вот какие-то старые, не знаю, что это такое. Гостевые какие-то. Не знаю. Помещение, что ли. О, тут старая, может, база для отдыха какая-то была. Да, называется лосось. Лосось называется. Вон, Ёжик где-то прочитал. Я не видел. Вот, смотрите, стекла все на месте. Только одно стекло разбито на входной двери. И там всякие стулья, стол, какая-то ерунда еще. Короче, очень много мебели всякой. Ежик говорит, там где-то крыша рухнула. Ежик, давай осторожно. А то на тебя рухнет крыша. Сейчас пойдем в другой домик зайдем. Солнце прямо в глаза. Тут все заросло. Ёжик. Ну и что там? Там вон крыша тоже обвалилась. Я вижу отсюда. Давай выходи оттуда. Выходи. Такое у нас получилось сегодня. Кусочки мрамора. Дерево. Дверь такая. Вон, светильник. На савдеперский похож. Но это, наверное, с этого времени и есть. А главное, что все стекла целы. Никто не снял стекла. Интересно. Вон, видите, какие стены. Так, это гардина. Здесь шторочки были. Вон, видите, потолок весь обвалился. Ежик, осторожнее. Там лужи стоят. Так, это пенопласт. Фух. Тут раковины. Паутину. Фото. Тут паутины. Вала. Ящики какие-то. Листы. Жестянка. Шкафчики. Ну, наверное, используют как склад. Строители, которые строят сейчас те домики. Я так думаю. Вот. Вот такое дело. Все. Подьемся отсюда. Ну, смотри, земляничку не затопчили. Где? Ну, вот, смотри, земляничка. Ой, смотрите, земляничка. Настоящая. Вот. Красненькая. Кот ее возьмет и съест. Прямо грязную, да. А вон там какой-то островок и столик. Там можно отдыхать. Здоровское место. Да. Это была старая база отдыха. Там еще какой-то домик стоит. Не знаю. По-моему, недостроенный. Недостроенный, да. Ой, там беседка, как красивая. Там, смотрите. Здорово. Вот так. Подсветка есть. Сейчас посмотрим. Вот так. Камеру я, конечно же, не взял, потому что я не знала, что мы так поедем в такое место. Трясется у меня все. Извините. Там проходило какое-то мероприятие. Вон видите. Белая, как шторочка. Можем туда пройти, посмотреть. Думаю, нас никто не убьет за это. Да, здесь строится еще один дом. Вот смотрите, такой современный дом. Это мусор строительный. Это вот, смотрите, смеси. Вон там краска, лак. Сейчас это все строится. Трясненько. Хороший домик такой. Так, что там, динолиум, что ли? Светка какая-то. Вот. Не засохла свежая. Ну, вчера, наверное, работали. Размешивали, видите. Вот. Так, что тут идет полным ходом строительства в будничные дни. Вон, видите, какая машинка, техника такая. Просто так стоит. Так, спустились оттуда. Здесь вот такая стена, смотрите, огромная. Вот такая. Здесь памятник кому-то. Нужно посмотреть. Януш Чудов Шинский. Нужно посмотреть. Я думаю, что это укрепление. Потому что, видите, бойницы, наверное, это. Нет, это не бойницы. А что? Они не сквозные. Ну, их потом заложили камнем. Потом. Нет. Это, скорее всего, по какие-то баллы. Да. Да. Так. 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 Это проектирует. Дж Мальчики Пепра Canada. ș. Ээээ.